Беседа из святителя Иоанна Затулусова на сегодняшнее праздничное. Истинно говорю вам, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Сальсе и Своем. Иван Георгий Атмосферный, 16 глава. Так как Христос много беседовал об опасности, о смерти и страданиях Своих, об избиении учеников и завещал им тяжкие подвиги, которые не должны были подвергнуться в настоящей жизни. И при том весьма скоро, между тем, как благо, спасение, например, души для тех, кто губит ее, пришествие Христа во славе Отца Своего, воздаяние наград за подвиги, оставались для них в надежде и ожидании. То теперь, когда желаю просветить взор их и показать, сколько то возможно для них, и чем будет состоять та слава, с которой Он придет, открывает им эту славу еще в настоящей жизни, чтобы они, особенно скорбевший Петр, не печалились о своей смерти, равно как и о смерти Господа Своего. И заметь, как Он поступает, сказав о геене и царстве, именно словами, кто хочет душу свою взбереть, тот потеряет ее, и если кто погубит ее ради Меня, тот приобретет ее. Матфея 16, 25. И воздаст каждому по делам Его. Он означил и то, и другое, сказав о том и другом. Он царство поставляет пред самыми глазами, а геену удаляет от взора. Почему же так? Потому что для людей более грубых нужно было говорить и о геене, а так как ученики Его были опытные и сведущие, то Он убеждает их тем, что могло доставить им большее утешение. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна. Матфея 17 глава. Если другой евангелист говорит, спустя восемь дней, Луки 2, 9 глава, то здесь нет противоречия, напротив согласия. Один разумел тот день, в который говорил Иисус, и тот, в который возвел Он учеников своих на гору. А другой считает только те дни, которые протекли между этими днями. И так, взяв верховных апостолов, возвел их на гору высокую о них и преобразился пред ними. И просияло лицо его, как солнце, одежды его сделали белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. 17 глава Матфея. Почему Христос берет только этих учеников? Потому что они превосходили прочее. Петр сильной любовью к Иисусу, Иоанн особенно любовью к нему, Иисуса. А Иаков ответом, который он дал вместе с братом своим, можем испить чашу. Матфея 20 глава. И не одним ответом, но и делами, как другими, так и теми, которыми он оправдал свои слова. Для чего же Иисус не тотчас возводит их? Для того, чтобы прочие ученики не пришли в смущение. Потому что он и говорит даже о временах тех, которые взойдут с ним на гору. В противном случае, прочие ученики сильно пожелали бы следовать за ним, чтобы видеть образ будущей славы. И воскорбели бы, как будто презренное. Хотя Христос намеревался показать славу свою ищуственным образом. Однако же и это было для них вожделенно. Для чего же тут является Моисей и Илья? На этом можно много представить причин. И во-первых, так как один из народов почитали Христа за Илью, другие за Иеремию, иные за кого-либо из древних пророков, то являются главными пророками, чтобы видно было различие рабов от Господа. И то, что Петр справедливо похвален за исповедание Христа Сына Божьим. Можно указать далее и вторую причину. Иудеи часто обвиняли Христа в преступлении закона и в Богохурстве, будто бы он похищал славу Отца, ему, не принадлежащую. Поэтому, чтобы показать, что оба обвинения произошли от зависти, а он свободен и от того, и от другого. То есть, что он ни закона не приступил, ни славы, ни принадлежащей, прославившейся исполнением закона и ревностью, славе Божией. Когда они еще говорили, вот облако светлое осенило их, и вот голос из облака глаголящий сеет, сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Когда Бог изрекает угрозы, тогда показывает мрачное облако, как, например, на горе Синайской. Моисея, отступив в середину облака и взошел на гору, исхода 24 глава. Восходил от нее дым, как дым из печи. Здесь же, поскольку он имел намерение не устрашить, а научить является светлое облако. И в это время Петр сказал, сделаем три кущи. Сам он показал сеть нерукотворную. Вот почему там курение, дым печной, здесь свет неизреченный и голос. Потом, чтобы показать, что не просто говорит об одном из трех, но именно о Христе, прочие двое, когда раздался голос, удалились. Потому что если бы сказано было просто о ком-нибудь из них, то по удалению двоих не остался бы один Иисус. Почему же облако осенило не одного только Христа? Но всех. Если бы оно осенило одного Христа, то можно было бы подумать, что голос, происходящий от самого Христа, происходил от самого Христа. Поэтому евангелист, предотвращая это самое, говорит, что голос был из облака, то есть от Бога. Что же говорит этот голос? «Се есть Сын Мой возлюбленный». Если же Иисус есть Сын Возлюбленный, то не бойся, Петр. Тебе уж нужно было знать и могущество Его, и увериться в Его воскресении. Если же ты не знаешь, то по крайней мере ободрись голосом Отца. Если Бог всемогущ, то Он и действительно таков, то и Сам всемогущ, то и Сын всемогущ. Потому не бойся угрожающих опасностей. Если же ты все еще не соглашаешься, то по крайней мере рассудись, что Он есть Сын и Сын любимый. «Се есть Сын Мой возлюбленный». Если же Он любимый, то не бойся, кто погубит того, кого любит. И так не смущайся, хотя бы любовь твоя к Нему была безмерна. Но ты не любишь Его так, как любит родивший Его, который о Нем благоволит. Аминь. Завтра будет освящение плодов, фруктов приносите для освящения. С миром Божиим!